Мне было реально стыдно, когда на фотосессии садишься и вываливаются 33 складки живота. Я напрягалась и контролировала, как сесть, встать, чтобы скрыть несовершенство, и быстрее бы уже эта мука закончилась. Однажды даже решила подготовиться и купила утягивающее белье. Думала, буду подтянутой и с формами без складок. Но оказалось, что я превратилась просто в бочечку. То есть все, что было, просто скомкалось, и получилась одна большая кубышка. К тому же, пока я его натягивала, у меня жутко разболелась голова и поднялось давление. Больше утягивающее белье я не ношу. Здравствуйте! С вами Светлана Никитчук, неидеальный нутрициолог. Сегодня третья часть моей истории похудения. А это значит, что есть еще две. И поверьте, их стоит посмотреть. Подписывайтесь на мой канал и ищите меня в инстаграм. Там больше о похудении, бесплатных рекомендаций и истории из жизни обычных девушек. Которые борются с лишним весом, несмотря на то, в каких условиях живут, сколько зарабатывают, сколько им лет и какими заболеваниями страдают. Готовы узнать историю похудения без прикрас? Когда знаешь о снижении веса, все, помогаешь другим, но сама не худеешь. Жду от вас лайков за свою откровенность. Год назад я заболела. Кто смотрел историю моего похудения сначала, знает, что я росла болезненным ребенком, но во взрослой жизни я болею крайне редко. Считаю, что это моя установка по жизни и сбалансированное питание, потому что мне некогда и много ответственности. А в этот раз я действительно почувствовала себя плохо. На второй день у меня поднялась температура, но я знала, что завтра буду практически здорова. Тогда началась пандемия с вирусом. Но я не поддавалась панике, пила витамин С, омегу, цинк. Это сработало. И действительно, на следующий день все симптомы болезни ушли. Я продолжала работать и вести обычную жизнь, но спустя месяц меня накрыл небывалый упадок сил. Я кое-как дорабатывала до обеда и ложилась, потому что сил не было от слова совсем. И даже сидеть не могла. В таком полулежачем состоянии я пробыла два месяца. За это время я абсолютно расстроила налаженное пищевое поведение. Я столько потратила сил, чтобы его восстановить. Убеждала себя, что нет дефицита еды, что есть нужно до стыдности, а не впрок. Такую работу проделала, избавляясь от сахарной зависимости, но этот непонятный упадок сил все перечеркнул. Я опять постоянно чувствовала голод. Безудержно хотела сладкого. И так страшно, когда все понимаешь, но ничего не можешь сделать. Я обращаюсь к врачам. Один считает, что у меня просто хроническая усталость, потому что я трудоголик и не умею дыхать. Второй, что это астенический синдром после перенесенного вируса. Но оба сошлись на том, что сейчас что-то делать бесполезно. Взять себя под контроль и сесть на диету просто не поможет. Нужно успокоиться и отпустить ситуацию, а потом уже действовать. Я так и сделала. И с 1 января 2021 года я почувствовала себя абсолютно здоровой. Встала на весы и ужаснулась цифрам. Во мне было 79 кг. Я поправилась на 12 кг, пока восстанавливалась. Немного позже узнала, что была не одинока. Многие люди столкнулись с такими же проблемами после перенесенной болезни. Писали в директ, что также в период восстановления поправились и даже больше, чем я. Симптомы были такие же. Повышенный аппетит, тяга к сладкому, к углеводам, которые невозможно перебороть. С 1 января я начала действовать. Взяла под контроль питание, продолжала бегать по 20 минут и заниматься физическими нагрузками. Но я не учла очень важный момент. Именно с этого момента мы начинаем на самых первых занятиях моего курса антрициологика. Когда ученики ставят себе цель снизить вес, они полностью налаживают режим жизни. Что это значит, спросите вы? Соблюдать режим питания, режим сна и отдыха, выполнение физических нагрузок. Из этих пунктов у меня не было режима сна и отдыха. И постоянно перемещался режим питания. В менее загруженные дни я соблюдала, а в остальные забывала, откладывала, потому что некогда. Ну, либо уставала. Заканчивала вебинар в 11 ночи, шла есть, потому что была голодная. Вес при этом не рос, но он стоял на месте. Согласитесь, не воодушевляет, когда ты стараешься, а результата ноль. Вес замер. В периоды затишья, когда я соблюдаю режим, весы показывают до минус 2 кг, но они тут же возвращаются с расстроенным режимом. Это стало для меня реальной проблемой, из которой я полгода не могла выйти. Хуже всего, что я понимала и, в принципе, знала, как надо, но это не срабатывало. В мае мне все это так надоело, и я решила начать с простого, а именно с самого начала. Как будто я участник своего же проекта «Нутрициологика», и впервые я обратилась за помощью похудеть. Я не понимала, почему у участников все срабатывает, а у меня нет. Скажу сразу, что тяжело помогать себе самому, а еще, когда ты эксперт. Легче работать с кем-то, потому что видна объективная картина снаружи. Работая с собой, ты не можешь абстрагироваться. Это сложно, и в некоторых местах кажется, что ты просто чего-то не замечаешь. Исследуя свою ситуацию, я поняла, что мне нужно начать с отдыха. Я это сделала, запланировала отпуск. Соблюдала режим сна и ложилась спать вовремя. Включила в свою загруженную, а порой перегруженную работой жизнь отдых. Наладила питание, дала себе слово, что буду четко соблюдать режим и отодвигать все дела ради своевременного обеда и ужина. Консультация, вебинар – не важно. Я ем своевременно, чтобы не сдвигать ужин на более позднее время. 23 июня я начала работать в этом режиме, и чтобы обезопасить и не дать заднюю, обратилась к своему наставнику-коучу, который независимый по отношению ко мне, контролирует и поддерживает. Дала ему обещание идти вперед, несмотря ни на что. Сопровождение очень круто работает. Я пользуюсь им на своих проектах. Когда мы один на один, мы можем договориться с собой. Пожалеть, отложить в сто-двадцатый раз, дать слабину. Но когда дали обязательства перед кем-то, то просто стыдно сказать «я передумала» или «ну, знаете, я сегодня устала» или «мне не до того». Так началась моя работа. Мы с ней поехали в отпуск, и я контролировала только режим сна и питания. Представляете, мое похудение началось с того, что я просто начала вовремя ложиться спать. Вернувшись домой, продолжила, и уже во втором отпуске, представляете, я настолько была замотивирована, что всюду ходила с весами, даже в ресторане. Взвешивала форель, мясо, салат, все это показывала в сторис, чтобы не позволить себе сойти с дистанции или хоть как-то притормозить процесс и нарушить обязательства. Да, я противник того, чтобы взвешивать еду постоянно или считать калории, но на первый месяц снижения веса это крайне необходимо. Именно для того, чтобы наладить пищевое поведение, взять под контроль голод и не сорваться. По работе с блогом мне нужно ходить постоянно на фотосессии. Зима, весна, неважно. А с приобретенными 12 килограммами мне настолько не нравились все фотографии, я была большая, ничего из вещей не налазила. Мне было реально стыдно, когда на фотосессии садишься и вываливаются 33 складки живота. Я напрягалась и контролировала, как сесть, встать, чтобы скрыть несовершенство и быстрее бы уже эта мука закончилась. Однажды даже решила подготовиться и купила утягивающее белье. Думала, буду подтянутой и с формами без складок. Но оказалось, что я превратилась просто в бочечку. То есть все, что было, просто скомкалось и получилась одна большая кубышка. К тому же, пока я его натягивала, у меня жутко разболелась голова и поднялось давление. Больше утягивающее белье я не ношу. На другой фотосессии я просто сказала фотографу, что я больше не буду сниматься. Я так не могу. Меня все злит, раздражает. А конкретно я. И я настолько благодарна Лене, моему фотографу, что она умеет меня успокоить и найти нужные слова в такой момент. За первый месяц я сбросила 5 килограмм. И это реальная цифра для первого месяца похудения. Я почувствовала такой подъем, что наконец все сдвинулось с мертвой точки. Ведь раньше больше двух я не могла пройти. Что все мои инструменты работают. Ведь все это я делала и раньше, но не хватало режима сна и стабильного режима питания. На втором месяце, конечно, такой цифры не было. Но зато пошли объемы. Измерения каждую неделю и минус в сантиметрах меня настолько поддерживали, вдохновляли, что мне хотелось просто бежать дальше. И когда в июле я шла на фотосессию, в одежде минус одного размера, я парила и мечтала увидеть себя уже не такой безобразной. Я бегала всего по 20 минут со средней скоростью не для жиросжигания, а для улучшения митохондриальной функции. Говоря проще, я улучшала работу митохондрии, а значит, запускала нормальный метаболизм. Секрет похудения на 10 кг за 3 месяца прост. 20 минут бегаю, не быстро, в спокойном темпе. 4 раза полноценно ем. Колораж 1400-1800 калорий. Вовремя ложусь спать и встаю. Все. Самое поразительное, что все это я делала раньше, но посчитала, что режим сна не может мне помешать. Но оказалось все серьезнее. Конечно, изменения заметили и подписчики. Стали писать в директ, спрашивать, что я такого особенного делаю. Просили рассказать секрет. Но, собственно, секрет был в том, что я даю участникам курса нутрициологика и о чем рассказываю в блоге. По факту сейчас 3 размера одежды и радость от покупки джинсов, не парашютов. Не передать это чувство, как на гребне волны, полете на дельтаплане. Ну, просто восторг. На сегодня у меня минус 14 кг. Я не взвешиваю еду, ем интуитивно и бегаю в удовольствие по 20 минут в день. И добавила тренажерный зал, чтобы немножко поправить формы. С 3 месяца я провожу антицелитные массажи. Сам по себе он не работает на жиросжигание, но когда уже хорошо похудели, он помогает, чтобы старые жировые отложения сделать более рыхлыми. Тогда они лучше поддаются жиросжиганию. Но важно дожимать их все же питанием. Еще важный момент. Я начала работать со своими эмоциями. Я поняла, чтобы наладить свое пищевое поведение, нужно угождать своему внутреннему ребенку, а именно баловать его. У многих из нас, да и у меня раньше, жизнь зацикливается на работе, мужа, детях, обязанностях, домашних делах, но нет того, от чего бабочки в животе, от чего сердце стучит чаще. И что вы готовы делать в любом настроении, в любую погоду. Когда в жизни либо нет, либо совсем мало удовольствий, это заставляет искать его в еде. Именно поэтому я вернула в свою жизнь танцы, исключительно как хобби, как занятие, которое мне хочется делать. Добавила спа-процедуры регулярно и прорабатываю с психологом тревожные моменты. Благодаря этому всему я смогла разделить еду и эмоции. Перестала заедать стресс. Когда уставала, я понимала, что мне нужен отдых, а не еда. Если мне грустно, мне нужно просто пойти потанцевать или в спа, но не за пирожным. И благодаря поддержке удовольствия я наладила отношения с едой и стала относиться к ней совершенно по-другому. Ни в коем случае не хочу сказать, что я не ем что-то вкусное и неполезное. Нет. Я позволяю себе сладости, иногда могу себе позволить поздний ужин, но в целом придерживаюсь режима. За полгода привыкла спокойно ужинать с друзьями в ресторане с чашечкой кофе или минералкой. И если мне вначале было очень соблазнительно, то сейчас смотрю на то, как все едят, спокойно. В нашей компании никто этому не удивляется, не уговаривает съесть еще кусочек. Я также поняла, что алкоголь для меня спусковой ключок сильнейшего аппетита. И на большинство людей он именно так и действует. Также заметила состояние, когда устаю, выпиваю бокал вина и затем хочу хорошенько поесть. И вот эту цепочку я начала разрывать. Во-первых, я не допускала сильной усталости. Во-вторых, убрала алкоголь совсем и заменила на ванну с английской солью. На массаж, на прогулки с мужем. Он, кстати, 8 лет живет без алкоголя совсем. Цепочка порвалась. Нет алкоголя, нет вечернего аппетита. Усталость, алкоголь, еда. Усталость, алкоголь, еда. Я знаю, что такая цепочка у большинства людей и разорвать ее просто нет сил. Многие просто не представляют, как можно расслабиться без алкоголя в пятницу вечером. Но если покопаться в себе, то каждый найдет способ без алкоголя. Что я заметила после похудения, кроме внешнего вида? Я стала лучше себя чувствовать. Показатели крови идеальные. Окружающие говорят о заметном преображении. И это действительно так. Мое лицо не отекает и не лунообразное. Ко всему этому я сама довольна собой. Пищевое поведение опять наладилось после сбоя болезнью. Мое главное достижение это то, что я научилась разделять еду и эмоции. У меня появилась личная жизнь. Личная жизнь с собой. Хобби. Все знают, что у мамы в субботу два часа танцев. Маму не трогать. Такие условия и удовольствия сформировали мою жизнь, от которой я сейчас кайфую. У нас даже недавно была фотосессия с едой, и она затянулась. Я забыла взять с собой еду. А еда для фотосессии была неправильная. Пончики, ну и все такое. После этого я все выбросила, потому что дома такое не едят. И фотограф очень удивился. Говорит, зачем ты выбрасываешь? Ты же голодная. На что я отвечаю, я не хочу такое есть. Реально не хочу. Я чувствую голод, но хочу его утолить полноценной, нормальной едой, состоящей из белков, жиров, углеводов, а не пищевым мусором. Конечно, все это работа над собой, пищевым поведением. И скажу, что эта работа еще не закончена. Сейчас во многом проживаю этап действий и контроля. Что-то уже перешло в автоматизм. Что-то приходится пока еще подтягивать. Ну, например, сон. Больше путь я уже прошла. Но у меня есть цель вернуть свой до замужней вес, но теперь только здоровым путем, с правильным пищевым поведением. Очень важно то, что я сейчас делаю, закрепить и перевести в автоматизм. Ну и, как говорят диетологи, закрепление веса происходит в течение трех лет. Поэтому, если решили похудеть, не рассчитывайте на месяц-другой. На самом деле, этот процесс длится годами. Важно сбросить, но потом еще нужно все это удержать. Вот такая у меня незаконченная пока история. Я рассказываю ее не потому, что хочу показать, какая я молодец, а потому, что многие видят только результат. Не представляя, какая работа была проделана, как тяжело бывает порой. Были и слезы, и желание все бросить. Я хочу, чтобы вы знали, что набрать вес – это не стыдно. Такое бывает и может случиться с каждым. В подростковом возрасте, при беременности, после родов, во время грудного вскармливания, любого гормонального сдвига, после беременности, стресса, да после чего угодно. Вес – это величина, которая может вырасти. Просто нужно взять себя в руки. Иногда не получается самостоятельно. И нужна помощь со стороны. Нужен наставник. У нутрициологов есть такая функция, как сопровождение. И оно очень эффективно. Почему я отказалась просто писать диеты и программу питания, и продавать их? Потому что это не работает. Из-за отсутствия самого главного составляющего – это сопровождение. Когда утром у вас спросят, как дела, вечером – как прошел день, как себя чувствуешь, какие эмоции, какие сложности. Давайте вместе разберем. В этом смысл. Зная это, я обратилась к коучу и психологу, потому что шагнуть назад, дать слабину может каждый. И это нормально. У любого человека наступает момент, когда хочется сдаться, и вот тут важна поддержка. И здесь одной не справиться. И с поддержкой семьи тоже. Они всегда поддержат любое ваше решение. Сегодня худеть, завтра заказать пиццу в 8 вечера. Именно об этом моя история. И о том, что все бывает, но все возможно восстановить в любой момент, в любом возрасте. Достаточно желания и несложных шагов. Моя любимая фраза – это необычные результаты, результат обычных действий. Пишите в комментариях, что сложнее всего дается вам в похудении. Ставьте лайк. Пока-пока.